Вы будете в шоке, когда узнаете, сколько всего интересного производится из самого обычного мусора. Сегодня я расскажу вам о том, как обстоят дела на нашей планете с переработкой пластика, что и как из него изготавливают, и какие компании активно используют эти технологии. А в конце ролика вы узнаете, пожалуй, о самой крупной и важной отрасли, где активно применяются товары из переработанного пластика. Приятного просмотра! Огромные проблемы с мусором. Наверняка вы слышали, что в наше время существует огромная проблема с мусором. Я недавно нашел статью о том, сколько ежегодно производится отходов, и я был просто в шоке. Вы только представьте, 2 миллиарда тонн твердых бытовых отходов. А спустя 30 лет этот показатель увеличится до 3,5 миллиардов тонн. Плюс к этому существует довольно большая проблема с утилизацией мусора. Дело в том, что во многих странах недостаточно развиты системы управления отходами. Это приводит к свалкам и открытым полигонам, которые загрязняют окружающую среду, почву, воду и воздух. В некоторых случаях отходы сжигают, что вызывает выбросы токсичных веществ в атмосферу. Еще одна проблема – пластик в мусоре. Такие отходы загрязняют океаны, наносят вред морской флоре и фауне, и попадают в пищевую цепочку, что может иметь серьезные последствия для здоровья людей. И это все при том, что срок разложения такого мусора просто огромен – несколько сотен, а то и тысяч лет. Благо, в наше время есть много технологий, благодаря которым можно перерабатывать пластик. Правда, и тут есть большие вопросы. Дело в том, что во многих странах попросту отсутствуют эффективные программы по переработке пластиковых отходов. Да и в развитых системах существуют такие же проблемы, потому что доля переработки мусора там слишком мала. Но что будет, если такая тенденция сохранится? Тут я могу вас расстроить. Разложение органических отходов на свалках ведет к выделению метана – парникового газа, который очень сильно влияет на глобальное потепление. Пластиковый мусор и вовсе может попадать в организмы животных и приводить к серьезным отравлениям. Более того, самый обычный пакет из магазина может буквально убить кого угодно. Ведь многие безобидные зверушки могут просто запутаться в нем и погибнуть. И чаще всего такое происходит с морскими обитателями. Сбор мусора. К счастью, постепенно отрасль переработки пластика серьезно развивается. Каким образом? Ну, во-первых, многие люди проявляют активность в этом направлении, самостоятельно сортируя мусор и отправляя тот же пластик на переработку. Кстати, это самая настоящая золотая жила для тех, кто хочет развиваться в бизнесе. Почему я так считаю? Ну, смотрите. Я недавно сам решил отнести пластиковые отходы в пункт приема. И эта услуга, как оказалось, достаточно часто небесплатная. Конечно, во многих странах все совершенно наоборот, и люди сами получают деньги за то, что сдают бутылки. Но, видимо, все зависит от страны и города, в котором вы находитесь. А что потом делают с этим мусором? Сначала его сортируют. Дело в том, что пластика огромное количество разных видов. Есть бутылки из-под молока, есть целлофановые пакетики, коробки из-под еды. И весь этот пластик совершенно разный по своему составу, что очень важно при его переработке. К тому же весь этот мусор нужно еще и очистить. Нельзя отправлять на заводы по переработке те же бутылки с остатками молока. В общем, все довольно сложно. Но оно того реально стоит. Я тут узнал, что весь этот отсортированный и чистый мусор кто-то покупает. Да-да, ваше мусорное ведро для кого-то выглядит как бумажник с кучей денег. Ведь всем заводам по переработке нужны материалы для работы. Но немногие могут позволить себе самостоятельно собирать пластик. Так что те, кто занимается сбором мусора, на самом деле зарабатывают огромные деньги. Вот вам и идея для бизнеса. Во что перерабатывают пластик? И раз уж зашла речь про переработку пластика, то давайте я расскажу вам подробнее про то, во что превращается ваш мусор и как это происходит. Вот вы когда-нибудь задумывались над тем, из чего делают пластиковую плитку, которая в последнее время получила особую популярность среди населения. Обычно ее используют для того, чтобы выложить дорожку у себя на участке на даче или в частном доме. Выглядит она очень круто. Почти так же, как и обычная гранитная плитка. Но при этом она обладает куда большей прочностью и стойкостью к неблагоприятным условиям. Так как изготавливаю эту плитку. Специально для вас я изучил много статей, а также видеоинтервью с людьми, которые занимаются производством такой продукции. В общем-то, все достаточно легко и просто. Сначала пластиковый мусор сильно измельчают. Делают это для того, чтобы он легко плавился и принимал форму. После этого измельченный пластик направляют в специальный аппарат, в котором он в течение короткого времени плавится. Самое главное, плавка производится без выделения вредных газов. Как? Да все просто. Пластик в таком аппарате не горит, а лишь нагревается до полужидкого состояния. Ну и уже после того, как получилась своеобразная горячая колбаска из пластика, ее помещают под пресс-форму. И спустя минуту-две на выходе получается свежеиспеченная плитка. Такое производство способно делать небольшие партии товара. Но вы только представьте, что все это можно масштабировать. Да и даже так. Один такой завод может перерабатывать тонны мусора в день. Ну и главное, это достаточно выгодный бизнес, где используют мусор крупные компании. Тут вы можете возразить, что подобные производства – единичная история. И что если крупные корпорации не начнут развиваться в этом направлении, то побороть проблему с мусором будет невозможно. И тут я не могу с вами не согласиться, но вы крупно ошибаетесь, если думаете, что такие компании, как Apple, Xiaomi, да и крупные автопроизводители, уже давно используют переработанный пластик в своих товарах. Это, кстати, не только помогает снизить затраты и уменьшить экологический след, но и способствует улучшению имиджа компании в глазах потребителей, которые все больше ориентируются на экологичность продукции. И надо сказать, это реально работает. Многие выбирают продукцию этих компаний именно из-за их подхода к переработке мусора. Но что именно используется, например, в машинах? Так вот, обивка сидений и дверей, дверные карты, приборные панели, коврики, обшивка. Буквально все это производится с использованием переработанного пластика. Конечно, все эти элементы интерьера созданы не полностью из таких материалов, однако это все равно помогает побороть проблему огромного количества мусора. Детали автомобилей из мусора. Я также нашел информацию о том, что многие автопроизводители используют огромное количество переработанного пластика при производстве предметов экстерьера машин. К примеру, переработанный пластик используется для производства бамперов. А они, кстати, являются важным элементом пассивной безопасности. Еще есть колесные арки и подкрылки. Их также могут сделать буквально из вашей бутылки Кока-Колы. Этот элемент, кстати, не менее важный, чем бампер, ведь они защищают автомобиль от повреждения песком и камнями. Да и всякие декоративные элементы, такие как накладки и молдинги, тоже делают из переработанного пластика. И это мы с вами не окунулись еще вглубь строения автомобилей, ведь там тоже много чего сделано с использованием этого замечательного материала. К примеру, система вентиляции почти полностью изготавливается из пластика и чаще всего из переработанного. Еще есть различные элементы подкапотного пространства, да даже маленькие жгутики сделаны из мусора. В общем говоря, очень много различных мелких деталей. Но какие именно компании используют переработанный пластик? Компания Ford активно использует переработанный пластик, например, для создания ковриков и подкрылков, а также других элементов интерьера. BMW применяет переработанные материалы в производстве элементов интерьера, а именно дверных панелей и центральные консоли. Toyota использует переработанный пластик для производства обивки сидений и различных элементов интерьера и экстерьера. В Audi активно внедряют переработанные материалы в различные части автомобилей. Например, они делают шумоизоляцию с использованием переработанного пластика, одежда из мусора. Но и это не самые удивительные вещи, о которых я вам сегодня расскажу. Ведь из обычного мусора производят одежду. Да-да, речь все еще идет про пластик. В общем, его активно используется в производстве одежды и тканей. Основной тип пластика, который перерабатывается в текстильные волокна, это полиэтилент рифталат. Он широко используемый для изготовления пластиковых бутылок. Но какую именно одежду делают с использованием мусора? Ну, например, футболки, леггинсы, спортивные костюмы, верхнюю одежду. Ткани из переработанного пластика хорошо отводят влагу и быстро сохнут, что делает их идеальными для активного отдыха и спорта. А еще из него делают утеплители для курток и пуховиков. И как вы думаете, какие компании производят такую одежду? Нет, не какие-то неизвестные бренды, а самые настоящие гиганты. Adidas активно использует переработанный пластик для производства спортивной одежды и обуви. Они даже в сотрудничестве с инициативой Pearly for the Oceans создают коллекции из океанского пластика. Знаменитая H&M включает переработанный пластик в свои коллекции, предлагая стильные и экологичные решения для повседневной моды. А популярная среди молодежи The North Face использует переработанные материалы для создания своих зимних курток и спальных мешков. Но не стоит думать, что и на одежде все заканчивается. Ведь из переработанного мусора изготавливают различные товары для дома. К примеру, ковры и напольные коврики. Как вы могли понять, флисовые коврики отлично противостоят влаге. Так что если у вас есть один в ванной, скорее всего, он был изготовлен из мусора. А еще из переработанного пластика удается сделать подушки, одеяло и даже обивку для мебели. Стройматериалы из мусора. Но, пожалуй, наиболее развитое использование переработанного пластика в производстве различных стройматериалов. И я был в шоке, когда узнал, сколько всего уже придумали и продают таких материалов. Взять, к примеру, различные композитные элементы. Что именно? Сейчас расскажу. Переработанный пластик используется для изготовления досок, которые применяются для обустройства террас, настилов и пирсов. Они устойчивы к влаге, плесени и ультрафиолетовому излучению. Не требуют регулярного ухода и окрашивания. В общем, огромный ряд преимуществ перед другими материалами. И при этом такие доски стоят очень дешево. А еще есть композитные ограждения, которые также делаются из переработанного пластика. Обычные заборы из металла и дерева нужно постоянно красить и следить за ними. А в случае с пластиком ничего этого делать не нужно. Кстати, различная сантехника тоже делается из переработанного пластика. Трубы, фитинги и другие материалы. Почему именно из пластика? Тут все то же самое. Дело в том, что они устойчивы к коррозии. Пластиковые трубы никогда не ржавеют, что обеспечивает долгий срок службы. А еще они очень легкие и гибкие. Благодаря этому их можно легко и просто перевозить с места на место, а также устанавливать в помещение. В общем, огромное количество преимуществ. Переработанный пластик используется для создания различных типов изоляционных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию зданий. К примеру, пенопласт и пенополиуретан. Они вообще не поглощают влагу. Легко противостоят ультрафиолету, так еще и тепло задерживают отлично. А некоторые их модификации вообще не горят. Так что эти материалы повсеместно используются во всем мире. Еще больше удивительных разработок. И это далеко не все, что я нашел про стройматериалы. Например, вы знали, что уже давно придумали специальную кровлю из пластика. Ее также делают из мусора. Механизм производства схож с тем, что я описывал про тротуарную плитку. Но почему именно кровля? Тут все опять же упирается в цену и в преимущество. Ведь пластик вообще не промокает. А значит, он легко может изолировать помещение от дождя и снега. Так еще он устойчив к перепаду температур и спустя долгие годы не рассыпется из-за воздействия ультрафиолета. Если обычная черепица из металла или других традиционных материалов служит порядка 10-20 лет, то пластиковая кровля просуществует в неизменном виде сотни лет. И это при равной стоимости. Думаю, не стоит объяснять, почему такая черепица популярна. Переработанный пластик также используется для производства строительных блоков и кирпичей, которые применяются в строительстве стен и других конструкций. Главное преимущество таких блоков – легкость и прочность. Они легко сравнятся с обычными кирпичами, но при этом весить будут намного меньше. Что немаловажно в нестабильных грунтах. Так еще и теплоизоляция у таких блоков намного лучше. Итоги. В общем, вариантов использования переработанного пластика очень много. Как и технологий, которые позволяют его перерабатывать. Самое главное, что прямо сейчас эта отрасль только развивается. Так что каждый из вас сможет сделать два дела одновременно. Помочь человечеству победить проблему мусора и пластика в частности. А также заработать немало денег. Я бы и сам, если честно, хотел бы попробовать свои силы в этом нелегком бизнесе. Да все времени не хватает. Но я уже сейчас занимаюсь сортировкой пластика и биологических отходов. И советую то же самое делать и вам. Так мы вместе сможем спасти нашу планету. А вообще, если вы хотите заняться таким бизнесом, то мой вам совет – не стоит сразу же перерабатывать пластик и выпускать какие-то предметы из него. Это дело сложное, дорогое и очень опасное. Ведь технологии только разрабатываются, и, скорее всего, вам придется на своем опыте прочувствовать все сложности производства. Куда проще будет открыть свой сортировочный центр, в котором вы будете принимать пластик. Ведь за подобные услуги можно брать деньги, а после продавать мусор. Гениально же. Главное – делать свою работу качественно, чтобы у вас всегда были клиенты. Но, думаю, с этим вы уже и сами разберетесь. Сегодня я рассказал вам про переработку пластика. Пишите в комментариях, как вам это видео. А также делитесь своим мнением насчет того, где лучше всего использовать переработанный пластик. Лично я выделю производство стройматериалов. Ведь профессионалам всегда нужны качественные товары. А пластик, ну очень уж круто используется. Кстати, насчет профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в телеграм-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.